92 руководителя общеобразовательных учреждений с делегациями родителей, представителями здравоохранения, духовенства, сотрудниками полиции собрались на прошлой неделе в городском Доме культуры, чтобы поговорить о том, как защитить юных славянцев от негативного влияния сверстников и пагубных привычек. На Большом районном родительском собрании под названием «Счастье детей в наших руках» побывали и наши корреспонденты. Открыл собрание глава района Роман Сенеговский. Наша задача поднять все вопросы, которые помогли бы нам достичь истины, достичь того, чего мы действительно хотим. Сказать друг другу правду, обратить внимание на те вопросы, которые не решаются. Отрасль образования – это самая большая отрасль. У нас в социальной сфере культура, спорт, образование, здравоохранение. У нас порядка 92 образовательных учреждения в городе и районе, где обучается более 13 тысяч школьников, свыше 4 тысяч студентов. 6 тысяч детей получают дошкольное образование. И у этого большого коллектива воспитанников примерно 50 тысяч родителей. То есть получается, половина района вместе с нами, всеми занимается образованием наших детей. В своем выступлении начальник управления образования Виталий Титаренко рассказал о результатах хорошей успеваемости за прошлый год. Отметил значительные результаты учебной деятельности славянских учеников. Славянский район попал в десятку лучших школ по результатам единого государственного экзамена по русскому языку и профильной математике. Школа номер 10, поселка Голубая Нива и 23 поселка Целины попали в число школ Краснодарского края с высокой долей результатов единого государственного экзамена с 81 до 100 баллов. Самые высокие результаты ЕГЭ в нашем районе в городском лицее номер 1 и лицее номер 4 по трём предметам в школе 10 по двум предметам. Успеваемость по русскому языку в нашем районе в течение трёх лет составляет 100%. 40 выпускников наших школ получили 95 и выше баллов по русскому языку. Это для нашего района рекордное количество результатов в этом году. Продолжила разговор с родителями заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус. Она рассказала, как создавались условия в отрасли для улучшения качества образования. Успехи в учёбе наших детей, конечно, возможны, когда созданы комфортные условия в наших школах. Видеонаблюдение есть уже во всех школах. Кнопка тревожной сигнализации, пожарная сигнализация. К сожалению, не все школы имеют ограждение, только 90%. А в 10 мы будем заниматься их ремонтом, восстановлением по поручению главы района. В 4 школах будет сделано это уже в этом году. 30-31 школы Петровской, 23-я Целинная, 39-я Кировское поселение. Также в этом году по поручению нашего главы района будем заниматься ремонтом пожарной сигнализации и передавать на обслуживание эти системы. В 20 школах заменены оконные блоки, составляет 56%. Пока недостаточно. Это тоже всё у нас в перспективе. Ещё в 16 школах необходима замена оконных блоков. В рамках собрания выступающие затронули очень важную тему – воспитание школьников. Одарённые разносторонние, творческие, спортивные, открытые новым знанием и свершением – всё это дети нашего района. Задача взрослых – сделать всё, чтобы уберечь их от ошибок, которые могут стать роковыми. Это был серьёзный обстоятельный разговор о правильном воспитании, ответственности и неравнодушии взрослых. Когда у подростка есть любимое дело, и взрослый уделяет ему достаточно времени, внимания и заботы, ему не грозит негативное влияние. Поэтому работа с семьёй становится важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса. В рамках собрания поговорили также о формировании бесконфликтных отношений в семье. Родители должны найти правильные и нужные слова для того, чтобы сформировать у детей позитивное восприятие себя и окружающего мира, отметила начальник управления по вопросам семьи и детства Галина Курячая. Формирование бесконфликтных взаимоотношений в семье – это очень важная тема. Как правило, причины семейных конфликтов очень много. Это и разные взгляды на семейную жизнь, гробость, насилие, неуважительное отношение друг к другу, неумение общаться вредной привычке, бытовая какая-то неустроенность, различия в духовных интересах и потребностях. Семья основана на трёх типах отношений – это супружество, родительство и родство. И самое главное правило родительства – это формирование взаимопонимания между родителями и детьми. О правилах поведения детей на дорогах и профилактике дорожно-транспортного травматизма сообщил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Славянскому району Евгений Ильиных. Он отметил, что ДТП с участием детей в районе, к сожалению, возросло. В этом вопросе также необходимо взаимодействие родителей и педагогической общественности. По его словам, необходимо больше проводить профилактических бесед с детьми, рассказывать о правилах дорожного движения. Наталья Онищенко – мать двоих детей, которые учатся в школе. Она считает, что в воспитании детей важна работа как родителей, так и школы. От общих усилий зависит будущее детей. Такие собрания, на мой взгляд, очень важны в нашем районе. И мне кажется, чем чаще мы будем их проводить, и чем больше слушать профилактику со сцены начальника управления образования, начальника ГАИ, то здесь, мне кажется, родители будут задумываться, правильно ли я воспитываю своего ребёнка. Они собравшиеся были единодушны в том, что любое образовательное учреждение и, прежде всего, школа должно быть не только центром получения знаний, но и воспитания лучших человеческих качеств. Занятие творчеством и спортом должно способствовать развитию трудовых навыков учащихся. И в образовательном учреждении должно быть комфортно каждому ученику, каждому воспитаннику, и одарённому, и тому, у кого основная оценка удовлетворительна. Вот тогда будет получена реальная отдача от всего, что вкладывается в образование района сегодня.